Ну, сезон летний проходит все по плану. Вот сейчас окончание летнего сезона, так скажем, что на следующий сбор мы уже целенаправленно поедем на лыжи. Будет только одни лыжи, готовиться уже к первому этапу Кубка Мира. Но летняя подготовка прошла без срывов, не было никаких проблем. По-моему, все задачи, которые ставил тренер, выполнили. Единственное то, что мы с Никитой Ступаком уехали на сбор Болгарии, у нас не получилось выехать в Новозеландию. Вот это единственная, наверное, такая мини-проблема, которая прошла, так скажем. Как Глеб Редива готовится с психологической, наверное, точки зрения к этому сезону, понимая, что этот сезон, так скажем, необычный? Ну, по-разному. Мне стало чуть проще и легче психологически, потому что у меня год назад родился ребенок. Вот. И мне как-то стало полегче, потому что теперь есть возможность, я всегда звоню, разговариваю, по видео связываюсь. И как-то ребенок сильно отвлекает от спортивной деятельности и разгружает голову. В этом плане в этом году полегче. И стараюсь не думать именно, что Олимпиада, Олимпиада, чтобы самого себя раньше времени не загрузить таким важным моментом. В планах у тебя, у тренера, когда Глеб Редива должен выйти на пик формы? Ну, с тренером мы обсуждали про этот вопрос, но в этом году мы чуть форсируем события. И мы планируем уже на 100% подойти к первому этапу Кубка Мира, чтобы уже выступить хорошо. Желательно на первых двух этапах Кубка Мира, даже до декабря, чтобы отобраться на Олимпийские игры и уже целенаправильно второй пик формы ловить. Но чтобы ехать на Олимпийские игры, нам нужно 100% ехать за медалями. Просто так ездить в балансах не вижу смысла. И уже несколько лет я готовлюсь к этому, стремлюсь. В том году я дебютировал на чемпионате мира. Более-менее все началось, ну не в том году, даже два года назад, более-менее все началось нормализироваться. И стали опять приходить результаты, появляться. И в тот год показал, что я еще могу что-то доказать сам себе и вообще всей стране. И настраиваюсь на Олимпийские игры. Ну снег вообще не отличается от России. Вот это, наверное, единственный плюс. То, что когда будут какие-то там Красногорская лыжня или другие сборы в России. И все равно для русского спортсмена русский снег привычнее, чем европейский снег. Мы что в Европе всегда бегаем по искусственному снегу, и он более скоростной. Когда приехали в Корею, снег абсолютно тупой, не скользит. И, я не знаю, ну может быть на 90% похож на российский снег. И с этим было как-то попроще. Ты сказал, что это, собственно, главный плюс. А есть ли о минусах? О минусах? Ну, минусов я не заметил никаких. Именно по трассе, по стадиону. Трасса одна из самых серьезных вообще трасс, наверное, во всей стране, где я выступал. Я думаю, то, что из Сочи по именно трудности трассы сопоставятся с Кореей. И на данный момент то, что именно спринтерский круг, очень серьезный круг придумали в Корее. Ну, самое главное концентрация. Потому что круг не прощает ошибок. Я это сделал вывод по прошлому году. Я допустил ошибку в полуфинале. Из-за этого у меня полуфинал вообще не получился. Но я попал Аки Лузером. И уже в финале я полностью скорректировал свои ошибки, которые были допущены в полуфинале. Потому что круг серьезный. Нигде не расслабиться. Абсолютно нигде. Даже финишная часть, она состоит из длинного тяжелого подъема и спусковой части. И спусковая часть – два крутых поворота, где не нужно вообще терять концентрацию. И всегда держишься в тонусе. Глеб Притива жалеет о том, что он выбрал именно вид спорта лыжи? На данный момент не жалею. Я думаю, то, что вообще нельзя жалеть о проделанных поступках. Это, наоборот, будет усугублять твое подсознание, твою жизнь. Я все равно… Как ты считаешь нужным, как ты сделаешь, это будет более правильнее, чем ты будешь себя корить за то, что ты что-то не сделал. Или что-то сделал не так. Мы на ошибках учимся. И для этого дана жизнь, чтобы мы ошибались или принимали какие-то знания от кого-то или от своей жизни. И этот путь, ты его выбрал, ты ему следуешь, но людям нужно подтверждение того, что ты делаешь все правильно. Вот эта медаль хочется верить и хочется верить в золотую. Будет ли тем самым подтверждением, что это правильный путь? Конечно, 100% это будет подтверждение не только для меня, я думаю, для всех, что именно этот спорт и этот путь, который я проходил столько лет, благодаря медали будет правильным. И, наверное, последний вопрос. Как изменился Глеб Ретивых после того, как родился у него ребенок? Я стал, наверное, добрее, спокойнее. На многие вещи я, конечно, стал вообще смотреть по-другому. И восприятие жизни стало намного в лучшую сторону. То есть можно сказать, что если раньше, так скажем, Глеб Ретивых свою энергию тратил на какие-то вещи, которые, может быть, и не стоило, то сейчас все это аккумулируется и идет в нужное русло, в семью, в ребенка и в лыжи. Да, совершенно верно. И тем более, когда с рождением ребенка, ребенок дарит радость, наоборот, энергию. Ну, скажу, что мало кто знает, так получилось, что я уехал на соревнования, и моя жена поехала на роды. И я как бы ждал смс-ки, все ли хорошо. И это был сприт на Дворцовой в том году, получается, 10 июля. И как раз когда я финишировал, мне жена написала, что я стал папой. Ну, я думаю, что лучшим ответом действий, наверное, будет сообщение в феврале 2018 года. Я надеюсь. Мы тоже надеемся. Спасибо большое. Спасибо.